добрый день друзья с вами анастасия иванова о чем мы сегодня с вами поговорим слышали ли вы когда-нибудь такое выражение я думаю каждый слышал кто-то говорил тебя бог накажет или ты если будешь это делать то наработаешь себе плохую карму я думаю каждый из нас это слышал но давайте попробуем сегодня разобраться может ли наказать нас бог и что такое вообще карма начнем с того что во втором моем видео когда я рассказывала приводила отрывочек из книги анастасия начало творения и мы с вами поняли что человек это сгусток энергии и в нас собраны как светлые энергии так и темные энергии да то есть мы эти энергии себе очень хорошо очищать ощущаем в каких случаях ну например когда мы злимся или у нас появляется там жадность зависть ненависть волнение даже это все зачатки так скажем вот этой негативной энергии если же мы радуемся веселимся у нас есть душевное спокойствие счастье гармония если мы желаем людям добра если мы проявляем милосердие если мы прощаем кого-то то это все это благодаря нашим светлым энергиям и человек вот вы поймите ежесекундно выпускает делится а вот какими-то энергиями и это либо энергии светлые положительные либо энергии отрицательные а я думаю каждый из вас это ощущал да то есть при общении с каким-то человеком бывает такой человек что с ним общаешься и уходить не хочется то есть от него такие положительные энергии идут и нам так нравится в них пребывать бывает что вроде человека говорит что-то хорошее но как-то нам с ним некомфортно это как раз таки мы чувствуем что говорит то он одно думает другое и соответственно энергии от него идут не очень-то хорошие и что происходит с этими энергиями эти энергии они никуда не исчезают они переходят из одного состояния в другое и они мы представим себе так что образно говоря они вообще они скапливаются да и вот если мы совершили какой-то хороший поступок или о ком-то подумали хорошо ведь мысль это тоже огромная энергия что-то сделали хорошее эмоцию какой-то проявили хорошую то тогда у нас вот эти положительные энергии они как бы образно говоря они под на над нами нависают да то есть вот мы их выпустили и они над нами повисли и вот каждая энергия но будем представлять себе что представляет из себя такое небольшое облачко вот мы что-то сделали хорошее облачко поднялось что-то подумали хорошего облачко поднялось и вот так когда это облачко скопились образовалась такая тучка и на нас это в какой-то момент проливается таким благодатным дождем виде какого-то хорошего события которое произошло в нашей жизни и вы это можете замечать если вы прислушайтесь присмотритесь к своей жизни и возможно сделали какое-то добро хорошему одному человеку а вам пришло добро совершенно с другой стороны потому что мы если мы отдали положительной энергии она обязательно к нам возвращается и точно так же к нам возвращается и отрицательные энергии она также скапливается она имеет более густую такую не знаю какой такой густой состав как как вообще описывается и скапливаясь конечно же тоже на нас это все выливается но уже не очень не очень хорошо то есть проявляется какими-то негативными событиями в нашей жизни ну приведу такой пример допустим вы человек попал в автоматную в автомобильную аварию да во первых когда какой-то негатив нашей жизни происходит это говорит о том что уже что-то мы сделали не так то есть это нам делается для того чтобы мы задумались то есть значит в этот момент нужно задуматься о том что что-то мы сделали не так успокоиться спокойно отреагировать на эту ситуацию сделать вывод но если человек продолжает негативить если он ругается с тем водителем допустим которым произошла авария потом выясняет отношения страховки потом страховой компании тогда потом грубит своим домочадцам которые к нему там какие-то вопросами пристают не лезть и не так проблемы да знакома такая ситуация ну примерно что то такое до нашей жизни хоть раз добывала и происходит что-то еще сваливается дату силе мы заболели или там еще что-то вдруг потеряли документы там или еще что-то и вот говорит вот беда не приходит 1 то есть почему она не приходит 1 да потому что мы не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию нам нужно было понять и задуматься что-то мы сделали не так и уже соответственно какие-то выводы сделать так вот вот эта энергия которая накапливается если это положительная энергия то это есть благая карма а если это негативная энергия то это не благая карма отрицательная карма вот как раз что есть карма карма это энергия всего лишь энергия и что происходит почему говорят что карма передастся там твоим детям человек за свой период воплощения материальном мире да то есть он эту энергию которая над ним нависла то есть он ее отрабатывает периодически но бывают такие случаи естественно когда человеку не успевает за свой период жизни отработать вот эту негативную карму соответственно куда это эта энергия денется да то есть мы знаем что она никуда не исчезнет соответственно она останется и передаться его роду и поэтому мы бывает даже удивляемся ну вроде мы все делаем правильно вроде и относимся к людям хорошо а вот что-то в нашей жизни не ладится почему потому что ну возможно возможно мы отрабатываем карму наших предков немножечко можно своих родителей у дедушки и бабушки поспрашивать а кто там что там нагрешил да потому что все это энергия понимаете и так устроен наш мир и вот мы сейчас с вами разобрали одного человека но если взять не одного человека взять группы людей то есть какая-то группа людей совершает какой-то негативный поступок и выпускает вот эту негативную энергию взять например ситуацию когда происходит война это огромный выплеск негативной энергии во первых почему произошел этот вы выплеск да почему опять же произошел тот социальный взрыв причин одной из причин как раз является уже наработана негативная карма которая как раз и вылилась вот этим социальным взрывом если же группа людей также какой-то негатив совершает или это и обращение с нашей природой и очень много всего мы мы наблюдаем да и мы понимаем что далеко не всегда мы под совести делаем какие-то дела то соответственно если эта группа людей а каждый из нас не обязательно что они вместе собрались и что-то сделали а например каждый из нас даже мысль у нас негативная появилась в голове мы ее выпустили вот я выпустил сосед выпустил и вот представьте дом и все соседи выпустили каждый житель выпустил до негативной энергии она что делает она поднялась скопилась и вылилась вылилась может быть не только социальным взрывом а может быть какие какой-то катастрофой например на цунами землетрясения наводнение и так далее и так далее это тоже как раз таки есть выплеск вот результат вот этой отрицательной энергии и мы с вами я думаю прекрасно понимаем что сейчас мы находим в нашем мире не все так благополучно да все все сложилось и что можем понять что конечно это результат наших действий не то что не только наших действий но действия наших предков которые сейчас вот как раз таки и проявляются но так как мы люди да то есть вот вы меня спросите а что же делать это если я уже допустим наработал там там свои энергии да или или вот допустим проявил вот эту негатив какой-то а потом понял что поступил неправильно во первых если вы осознали что вы поступили плохо это уже такой большой шаг это вы уже это очень хорошо значит ваше сознание уже расширяется вы уже начинаете понимать что вы сделали неправильно вот осознать свою ошибку это уже большая часть ну половина можно сказать дело вторая часть это нужно попросить прощения помолиться послать любовь пространству таким самым это что мы этим делаем даря любовь прося прощения мы выпускаем положительную энергию а положительная энергия она в состоянии убирать потихонечку вот эту отрицательную энергию уже скопившуюся и соответственно таким образом мы убираем чистим вот эту свою карму а если у вас уже много ошибок наделали тогда вам нужно чаще наверное просить прощения и посылать любовь если вы вот произошло так что вот вы сразу вот это будет самое эффективное если вот вы только что-то сделали и тут же осознали что вы сделали что-то не так тут же сразу попросили прощения это это все гораздо быстрее убирается быстрее отрабатывается поэтому потому что вы это сразу осознали вот это вот очень важный момент а если уже группа людей вот что-то понятное дело что один человек не может исправить ситуацию наработанной кармы там родами да то есть который сейчас сейчас нависла в этом случае нужна группа людей нужна коллективная вот эта положительная волна вот этих хороших эмоций и что как это делается собирается группа людей то есть она оповещается что в определенное время все вместе кто где находится в разных местах не нужно собираться всем в одном месте это абсолютно не обязательно скажет свое месте но в определенное время посылает вот эту положительную энергию прощения покаяния молитву и соответственно происходит вот эта энергия положительная со всех сторон она поднимается и помогает вот эти тучи огромные вот это наши негативные энергии помогает их рассеять и убрать поэтому друзья следите за своими эмоциями за своими чувствами за своими поступками осозна осознавайте их негативной ситуации старайтесь себя как-то сдержать и осознать не проявлять дальше от этих негативных эмоций вот и тогда я я уверена что в вашей жизни вы почувствуете как проходит какие-то происходят какие-то хорошие изменения в вашей жизни они будут обязательно чем больше добра света вы будете нести людям тем больше добра света тем больше хороших каких-то ситуаций будет происходить в вашей жизни вот такая вот сегодня у нас была интересная тема на следующем видео мы с вами поговорим о том тоже очень интересный вопрос о том есть ли жизнь после смерти и разберемся в этом интересном вопросе с вами была Анастасия Иванова с пожеланием добра и счастья до скорых встреч